Всем хай! Всем хай! Всем хай! Вот уже 10 лет в каждом своем видео я приветствую вас фразой Всем хай! С вами Юджин! Ну чё, в очередной раз всем хай! С вами Юджин и сегодня я жую, я жую леденец от горла и пью что-то типа тарафлю, гриппофлю, в общем какого-то флю дешевого, чтобы подлечить себя, ибо я заболел. Я уже болею три дня, и вчера было совсем плохо, сейчас мне получше, но горло плохо работает, поэтому я буду наверняка срываться на очень высокие тона, либо штрабасом буду шпарить, и вы будете думать, что я очень взрослый и брутальный мужчина. Но отчасти-то правда, 10 лет, друзья, мы с вами уже находимся на Ютьюбе, за 10 лет-то мы все с вами, и конечно же, уже выросли, вы все выросли, окончили школы, окончили институты, устроились на работу, возможно, семью уже завели, но, возможно, вы еще даже не родились, и вы смотрите это видео в далеком будущем, где, считай, вы мой новый подписчик, который только начинает жить, и которому еще предстоит вырасти на моих видосах. Сегодняшнее видео я хочу посвятить полностью празднованию. Десятилетие этого канала я долгое время откладывал запись этого видоса, потому что, во-первых, я много разных чувств испытывал, много противоречивых чувств, когда оглядывался на то, на какой большой путь мы прошли, было и до слез даже, бывало, доходило, а потом, когда я уже все-таки решил записать, я сильно заболел, и пришлось отложить. Поэтому у меня было немного времени подумать, как-то все структурировать в голове. Время было, но я им, к сожалению, не воспользовался. У меня были разные идеи насчет того, как все-таки отпраздновать десятилетие канала. Много всяких великолепных, фееричных вариантов я перебирал в голове у себя, но в итоге я остановился, как мне кажется, на самом приемлемом в данном контексте варианте. Это взглянуть на историю нашего канала и посмотреть, что происходило значимого для этого канала в каждый из годов, что он жил. Будет мой некий реакт на самого себя из прошлого. Захотим ли мы провалиться от стыда, либо, наоборот, восхитимся, все это узнаем сегодня. И поскольку я предполагаю, что это видео будет очень длинным по хронометражу, я бы хотел сейчас, пока все мы здесь с вами собрались, абсолютно все, никто не отключился, я хочу прямо сейчас поднять бокал террафлюшки. Потому что когда ты молод, тебе нужно желать успехов, а когда ты взрослый, тебе нужно желать здоровья, чтобы успех закрепить. Десять лет нашему с вами каналу. Это даже в голове не укладывается. Мне 36. Треть моей жизни посвящена вот этому. Этому маленькому островку на просторах интернета, где мы с вами столько прекрасных эмоций испытали, столько классных игр поиграли, столько плакали, смеялись, бомбили, переживали, пугались и просто рассуждали философски, мыслили, старались заглянуть в глубины космоса, старались заглянуть в глубину человеческого сознания. Возможно, это, конечно же, да, не особо и читалось, когда я просто орал от всяких игрушек, но тем не менее мы старались заглянуть в глубину. конечно же. Короче, это не укладывается у меня в голове. Если бы кто-то мне когда-нибудь сказал, что, Евгений, твой проект будет жить целых 10 лет, 10 лет держать одну планку и 10 лет собирать вокруг себя столько людей, я бы никогда в это не поверил, потому что это какое-то чудо, это какой-то сон наяву. Я безумно благодарен судьбе и вам в том числе за то, что вот так все сложилось, что у меня есть возможность куда-то двигаться дальше, развиваться в профессиональном плане, в личностном плане. Просто иметь возможность делать то, что мне нравится на протяжении такого долгого времени. И что хоть это тупо звучит, но даже бывает иногда беситься от того, что вот хочется чего-нибудь еще новенького. То есть да, бывает и такое в голове. И это на самом деле привилегия того, что у тебя есть успешный проект, твой личный, который позволяет тебе задумываться о чем-то большем и даже немножко стать раздражительным от того, что у тебя есть сейчас. Это привилегия. Это с жиру бесится. И я это прекрасно понимаю. На самом деле я хотел бы поменьше говорить о себе. Несмотря на то, что я сейчас буду все остальное видео смотреть на себя и говорить о себе. Но вот здесь вот сейчас я хочу поздравить вас всех, друзья. Поздравить каждого, каждого отдельного человека, который сейчас меня смотрит и когда-либо смотрел с десятилетием данного канала. Даже если вы сейчас не смотрите, даже если вы так недавно подключились, в какой-то момент времени этот канал объединил и подключил к себе огромное количество людей. И это ценно. Я надеюсь, что как-то повлиял хорошо на каждого, кто посмотрел. И я просто хочу, чтобы вы знали, что я безумно вам благодарен. Я безумно благодарен судьбе. Благодарен себе тоже, что в какой-то момент не струсил и стал делать что-то. В общем, я изливаюсь только благодарностью в данный момент времени. В общем, с праздником, друзья. С десятилетием канала Eugen Sagas. Поднимаем бокалы. Тонг. За здоровье, да. И, кстати, как вы видите, я впервые за, наверное, месяцев пять записываю видос, сидя. Вы, наверное, могли заметить, что я записывал стоя последние несколько месяцев. Это потому, что я устал сидеть. Ведь жизнь летсплеера настолько тяжелая, что ты постоянно сидишь себе, чилишь, играешь в игры, что я от этого устал и решил постоять, чтобы хоть как-то усложнить себе задачу. Но нет, на самом деле, долго сидеть, это просто вредно для здоровья, вредно для жопы и для всего остального в твоем организме. Поэтому, так как я и спортом начал сейчас чаще заниматься, в зал ходить, я подумал, что надо максимально искоренять вот это вот состояние, вот такое вот. И поэтому стал записывать стоя. И, кстати говоря, обнаружил, что это очень прикольно для экспрессии. Ты реально включаешь еще в процесс, когда записываешь видео стоя. Но сегодня, сегодня я предлагаю вам всем присесть. Присесть, расслабиться, взять что-нибудь вкусненькое и давайте же наконец-таки вместе окунемся в самое-самое начало времен нашего канала и посмотрим, с чего же все начиналось. Если вы готовы, то понеслась. 2014 год. Тот самый год, когда 26-летний Евгений потратил большую часть своих сбережений, чтобы купить себе компьютер и начать записывать летсплеи. 3 мая 2014 года я залил свое первое видео. И, кстати говоря, да. Я не знаю, как правильно. У нас канал зарегистрирован 2 апреля 2014 года. И мы как бы из года в год отмечали день рождения именно 2 апреля. Но само видео первое я выложил только через месяц. И вот не знаю, как правильно. Но, наверное, правильно так, как мы уже привыкли. 2 апреля отмечаем. И вот вы можете видеть, что целая куча здесь видосов и у всех ограниченный доступ. Я чуть позже расскажу вам, почему так. Да-да, зачем позже? Я прямо сейчас расскажу. Короче, дело в том, что тогда я думаю, что будет понтово, если я буду снимать видосы, используя мат. На самом деле, в жизни я очень часто употребляю мат. Я люблю его, меня он забавляет и он раскрепощает. Не то, что я как сапожник, но, в общем, я ничего против него не имею. И записывал я так же, как я и в жизни говорю, по сути. Спустя какое-то время я подумал, что, во-первых, чисто прагматически, если посмотреть, то все каналы конкурента, которые были на тот момент, все использовали мат. Соответственно, у меня не было возможности выделиться каким-то образом среди них, потому что, во-первых, я не очень прикольно говорю матом. То бишь, есть голоса, есть подачи, которые подмешивают свою речь мат, и это звучит очень классно, что самоупотребление нецензурного слова внезапно делает это все каким-то очень смешным, забавным и классным. И тебе хочется это слушать. У меня это, не знаю, объективно это или нет, но я со стороны, когда себя слушаю, я понимаю, что вообще, ну, не знаю, нехорошо это звучит. И в плане, не ой, плохо мату ругаться, а в том плане, что это некрасиво звучит, не сочно, не вкусно. Это была моя первая мысль за то, чтобы отказаться от мата. И вторая мысль была, так как, опять же, все каналы используют практически, я ни одного летсплей канала большого не видел, который бы не использовал на тот момент цензурную лексику. Я подумал, что, хм, я могу, теоретически могу захватить больше аудиторию, так как у меня будет более чистая речь, и даже если меня будут смотреть маленькие дети, эти маленькие дети смогут спокойно при своих родителях включать эти видосы и не стесняться, что, как мне казалось, даст мне больше охват. Не знаю, сработало это как-то или нет, но, тем не менее, вот. Вот такие у меня были соображения. И когда мой канал стрянул, я подумал, а что портить репутацию себе, а что портить вот это впечатление о канале, если можно просто вот эти все кринжовые видосы скрыть, и все, мы о них забыли. Вот такой у меня был мыслительный процесс тогда. И не надейтесь, я не буду открывать эти видосы, наверняка кто-то уже их выкачал, скачал и перезалил где-нибудь на ютубе, вы сможете это найти, я не буду их открывать точно. Но, тем не менее, мы с вами сейчас посмотрим первое, самое первое видео, которое я залил. Это игра Daylight, довольно-таки прикольный хоррор. О, и даже можно заметить, видите, вот этого чувачка на превьюшке нарисованного. Это я его нарисовал, и на тот момент он мне понравился, не знаю чем, и я подумал, что я смогу его продвигать как свое лицо, как свой аватар некий. Потому что первое видео я записывал без фейскама, и я не думал, что я вообще включу фейскам когда-либо. И вот, как вы видите, две первые превьюшки, это там этот чувачок присутствует, и я быстро от него отказался. Ладно, давайте смотреть уже. Впервые за тысячу лет я смотрю это видео. Всем хай. Меня зовут Юджин, и вы смотрите меня. Я не придумал название для своих летсплеев, простите, просто смотрите меня. Итак, а что бы нам... Тихо, тихо. А, неплохо звучу, неплохо звучу. Это Евгений 10 лет назад. Господи, я сейчас прям помню, как я переживал по поводу этого видео. Я уже после того, как его записал, вот это приветствие, то, что вы услышали, вы не поверите, но это не первое приветствие. Я это приветствие записывал в нескольких дублях уже после того, как видео записал. То есть, когда я записал видос, я смонтировал его, смотрю, такой, боже мой, это ужасное приветствие, надо что-то другое, по-другому. И я еще несколько вариантов записал, и в итоге на этом остановился. Но уже сходу я определил для себя, что это будет всем хай. А еще, как вы видите, что наша легендарная заставка тоже с первого видоса уже появилась. Я ее тут же подготовил сразу. И, кстати, даже я чего только сейчас вспомнил, что у меня были разные варианты названия для канала, и, как вы слышите, вот здесь вот в заставке звучит груви. Многие из вас, наверное, не знают, что за груви. Это фраза Эшли Уильямса из фильма Зловещие мертвецы. Мой любимый фильм ужасов, наверное, в принципе, и мой любимый фильм. Я думал, как-то посвятить свой канал, каким-то образом отразить свою любовь к этому фильму, к этому персонажу Эшу. И я хотел ставить эту фразу еще с самого начала. Груви. Но я не смог придумать, как же назвать свой канал. У меня были какие-то варианты еще что-то связанное с Chainsaw. Бензопила. Так как у персонажа в фильме вместо руки бензопила, я подумал как-то это отразить в названии. Типа Chainsaw, что-то там, что-то с Chainsaw. Но потом подумал, что это будет плохо звучать, не запоминаться, и никто ничего не поймет. Поэтому я выбрал Eugene Sagas. Что мне кажется, особенно тоже трудно запомнить. Но так как Eugene Sagas для меня было больше привычно, так как я еще и до летсплеев, все вот мои другие каналы, которые существовали, со скетчами, там везде я был, как Eugene Sagas. Поэтому это было для меня органично. В общем, я потом попросил знакомую, которая была дизайнером, что-то наковырять вот такое, чтобы было штриховано. И она придумала вот такой вот вариант с различными цветами, штрихованная. Я подумал, что неплохо, в принципе, такое ощущение, как будто это псих, который разрисовывает бумагу и при этом разукрашивает ее в разные цвета, что такое псих, с очень яркими мыслями внутри. Как будто бы похоже на меня. Но и так как я все равно хотел каким-то образом отразить свою любовь к фильмам «Зловещие мертвецы», я просто вставил в конце груви. И типа кто-то говорит груви после того, как написал вот эту фразу «Юджин», что типа круто получилось, груви. Очень круто. Ну вот такая история из остатки. Теперь же давайте к самому видосу придем. Посмотрим. Так. Сразу начинается «Плядь!» Я помню, как я был очень впечатлительным тогда. Да, в принципе, я, наверное, таким и остался. Когда играю в «Пороры», я реально начинаю проникаться игрой и сильно пугаться. И так как я не записывал свое лицо, я реально у себя в комнате сделал все супер, чтобы было темно. Только я и монитор. И было дико жутко, на самом деле. Я даже помню, я снимал не с монитора компьютерного, у меня был телек, я к нему комп подключил, и он вот такой вот здоровый был. Я так записывал летсплеи. Возможно, вы слышите в микрофоне вот эти всякие щелчки, шумы. Просите у меня эту возможность. Хотите прикол? Я записываю... Блин, где этот микрофон у меня? Я этот же первый свой видос записывал вот на этот микрофон. Shure PG58. Этим микрофоном я пользовался вплоть до конца 2023 года. Он почти 10 лет у меня отработал. Сейчас мне на день рождения подарили вот этот микрофон, о котором я, на самом деле, очень давно мечтал. Это микрофон Blue. Blue. Прекрасный Blue Bird, который я обожаю. И поэтому пришлось вот этот старый микрофончик, который, на самом деле, до сих пор выдает неплохое качество. Пришлось его как сувенир оставить у себя. И мне все непонятно, каким образом используя один и тот же микрофон, у меня в разные эпохи, в разные времена разное звучание голоса. Непонятно. Ладно, дайте найдем что-нибудь стрёмненькое. Так, 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 что тут будет страшно сейчас? О! Ой, блядь! Ладно, в общем, в этом видео ничего интересного особо не произошло. Вот такой был мой первый, первый летсплей. Ну, теперь мы переходим к самому первому видео с лицом. И это третье видео на моем канале. Давайте посмотрим первое видео с лицом. О, смотрите, видите, ранее в Daylight. Еще тогда у меня были эти задатки. Как бы сериально все делать. И даже заставку сделал Eugen Daylight. Всем хай! С вами Eugen. И мы смотрим вечерной выпуск игры Daylight. Ребят, честно скажу, я не хотел ее включать. Но я рад, что я в итоге на ранних самых стадиях решил снимать себя с лицом. Потому что мне никогда не нравились каналы, когда человека не видно, кто он, что он. потому что всегда, если канал в итоге выстреливает, есть желание показать себя. И это показать себя может выйти боком. И я уже видел такие примеры. И вы наверняка их тоже знаете. Блин, я помню, мне так страшно было. Эта игра реально жуткая была. Двигаемся дальше. 15 июля. Первый влог. Мой первый влог. Представляете? И, кстати, получается, так как это видео как раз-таки в общем доступе, для всех сейчас, кто зайдет на канал, посмотрит, это будет самым первым видосом на канале. То есть, создастся иллюзия, что это первое видео, которое я когда-либо сделал, но это не так. Вот такой вот я был, когда записывал влог из Хорватии. Юджин, и я наконец-таки вернулся из отпуска обратно в Москву. Вы смотрите на эти глаза, блестящие, стеклянные. Я очень переживал, когда записывал этот влог. Я так и думал, как же сделать так, чтобы я смотрелся прикольно, чтобы ракурс был нормальный, чтобы я был симпатичнее, чем есть на самом деле, и чтобы вот мой голос звучал круто. Для тех, кто не в курсе, я напомню, что я уже отдыхаю. Вместо этого у меня такой голос, смотрите. Для тех, кто не в курсе, я вот был в Хорватии. Это настоящий Юджин, не верьте ему, это самозванец. Это, кстати, какое-то количество людей до сих пор вспоминает эту сценку, где я на самом деле не я, а самозванец, который просто прикидывается Юджином, и я оставил себя настоящего там, в Хорватии, в морях купаться, а сам, сам захватил канал. Тут на меня акулы нападают, но я вроде как от них уже отбился, но скоро предплывет рыба меч, а я не силен в фехтовании. У меня такое ощущение, как будто я этим видосом, этим приколом себе будущее предсказал, потому что где-то через год вышла с тренда Дип, по которой я начал записывать видео, и которая в итоге подняла мой канал вверх. Ну, то есть просто совпадение очень большое. Я посреди моря говорю о том, что я отбиваюсь от акул, и что скоро приплывет рыба меч. Это прикольно. Ну, тут нечего сказать, просто прикольно. То есть с самого начала уже была видна моя любовь к монтажу. Ну, а почему бы нет, я... Это мой бэкграунд, по сути. У меня был канал со скетчами до этого. Вот такой вот был влог. Прикольный. Немножко забавный. Пророческий, я бы сказал. А, и кстати, про то, что я закрыл все видео с матом, это на самом деле не совсем правда. Так как есть один плейлист, который я оставил в публичном доступе, потому что, ну, это же To The Moon. Это же To The Moon, и я не мог просто забить. Все остальные игры, они не так важны были для меня. Но вот To The Moon, это такая игра, которая... Там еще и такая реакция в конце. Такая сочная была история. И несмотря на то, что я там ругался матом еще, я решил оставить это видео в публичном доступе для вас, для всех. Так вы можете исполнить любое его желание, да? По крайней мере, попробуем. Блядь, это так пиздато, неужели они будут исполнять... В этот момент я понял, что эта игра будет чем-то необычным, потому что история мне так понравилась, завязка мне очень понравилась. Отсюда мы переходим сразу к 4 августа 2014 году. Рождение Петюли. Давайте Петюлю, а? Давайте Петюлю, ребят, дадим друг другу. Раз, два, три. Зашибись. На самом деле, я помню, что некоторые из вас писали о том, что поднимают прям, поднимают ладошку и бьют в монитор. Я не думал, что вы реально будете это делать, я просто подумал, что это будет какая-то фишка. Здесь у меня это первый раз, по-моему, если я не ошибся, конечно, но это первое видео, где я решил это сделать. В последствии я помню, вот на тот момент я хотел закрепить эту штуку, но я встречал сопротивление. И некоторые люди писали в комментариях, что это полная дичь, перестань давать Петюню, что за кал, говно, 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 не надо. И так как у меня было очень мало просмотров в то время, я практически всех людей, кто писал комментарии, знал, ну, считай, в лицо. На одном из таких видосов, где я даю Петюню, чел пишет, что хватит, если ты еще раз дашь Петюню, это я уйду. И я в следующем видео тоже ее еще раз так сделал, и увидел комментарий, где он пишет, все, я ухожу. Типа, я же обещал, что уйду, вот я ушел. И я, на самом деле, очень сильно переживал не из-за того, что чел конкретно ушел, а потому что подумал, что вдруг это и правда выглядит неловко, тупо, и это совсем не крутая фишка. И даже подумал о том, чтобы, ну, больше никогда не делать этого. Но, тем не менее, пересилил себя, и вот, мы постоянно даем друг другу Петюню. Традиция сформировалась. И отсюда мы переходим плавно к первому видео, когда я плачу. Черт, у меня до сих пор даже где-то внутри чувства просыпаются. Что-то странное, типа утки мохнатой. Можно? Простите, простите, ребят. Мне было так неловко еще, что меня реально пробило на слезы. И вот, на самом деле, это даже странно, потому что я же летсплеер. Я должен передавать эмоции через себя от игры. То есть, я не стеснялся там стрематься, когда хоррор был, или смеяться. Но вот плакать почему-то для меня казалось... Не нужно, не стоит. Ну, как тут можно не плакать? Это же, это же To The Moon. Перевод в конце видоса, когда уже последний пип. Все. Долгий-долгий пип. Посмотрите на мое лицо, я опустошен. Просто как будто реально умер, дорогой мне человек. О, слезка плелась. Ай, блин, ладно, я сейчас сам буду плакать. И отсюда мы переходим на 12 октября 2014 года. Первое видео, которое попало в рекомендации. Это видео все концовки NeverEnding Nightmares. Это уже все видео без мата, они все доступны для вашего просмотра. Это была хоррор-игра. Довольно-таки оригинальная и клевая, как мне помнится. Кажется, все в порядке. Вау! О, боже. Что это? О! Блин! Что ты все спешил? И я записал видео со всеми концовками. И оно полетело очень далеко, очень высоко. 300 тысяч просмотров набрало. Чтобы вы понимали, какой-то шок был для меня на тот момент. Потому что каждое мое видео тогда, а я выпускал по два видео, по-моему, в день. Первый год. Короче, каждое видео набирало до 100 просмотров. Всего. И если она набирала 200-300-500, это был фурор. Пик моей производительности. Максимум популярности, которую я мог вообще представить себе. То есть 500 тысяч? Это вообще заоблачное что-то. А это набрало 300 тысяч. И у меня было такое... Неужели, вот оно, вот оно. Я сделал это. Я смог это сделать. Но нифига. Это был первый урок для меня. Ну то есть я увидел, что один видос пошел. И это далеко не значит, что пойдут все остальные. То есть нельзя останавливаться, надо всегда продолжать работать. Вот что я понял. Потому что одно пошло, какое-нибудь другое тоже наверняка когда-нибудь зайдет. Когда-нибудь звезды таким образом сойдутся, что ты сделаешь что-то еще прикольное. Ну очень прикольная была игра. И здесь я уже, видите, даже оформлял рамку под свой фейс-кам. И здесь я уже жил у родителей. 1 декабря 2014 года. Это первый мой день рождения, который мы отмечали с вами вместе. И самые олдовые подписчики помнят, наверное, что именно в этот момент появился кривокукинг с Юджином. Я подумал, что будет забавно, если я как-нибудь по-тупому буду готовить еду, оставляя различные шуточки. Из этого можно получить очень зачетный салатик. Теперь эти овощи следует нарезать. Накапливаем суперсилу, и они целые. Господи, кого я обманываю? Воспользуемся традиционным методом. Возьмем обычный нож и нарежем овощи вручную. Так, 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 и они целые. Твою мать! Окей. Это на самом деле забавно выглядит. Я потом помню, что после этого меня год докапывали, чтобы я сделал кривокукинг еще один. Какой-нибудь другой. Чтобы я, в принципе, делал эту рубрику. Но я не хотел издеваться над продуктами больше. Я не хотел каждый раз запариваться с... Ну, короче, не мое это было, чтобы постоянно придумывать, каким образом смешно обыграть готовку того или иного блюда. Поэтому кривокукинг, рубрика, которая вышла один раз, и все. Ну, а потом мы встретили Новый год вместе с вами. Это видео вышло, сейчас скажу, 28 декабря 2014 года. И я подумал, что будет классно, если я сделаю среди своих подписчиков розыгрыш игры. Некоторые, я помню, писали на тот момент, что фу, реклама колы. Я мог только мечтать о рекламе на своем канале в те времена. Господи, есть шрифты, эти цвета, это оформление. Я помню, я очень много времени потратил на вот этот монтаж. На самом деле, в этих видосах уже виден мой юмор, моя манера подачи контента. Но я тогда скорее это делал неосознанно. Кстати, я помню, что в этот момент я уже знал, что меня уволили из Mail.ru. И я остался вообще без работы. Прям полностью. И что мне придется каким-то образом что-то делать. Мой канал не приносил ни копейки. Не, ну ладно, вру. На тот момент я уже подключил монетизацию. И канал за все время существования на тот момент принес 30 долларов. 30 долларов за больше, чем полгода. Ну то есть, довольно-таки неприятные времена начинались. Перспектива была не очень веселая впереди. Что мне, наверное, придется все-таки забить. Потому что я и так живу у родителей. И так чувствую себя каким-то ущербным. Потому что трудно самому себя обеспечивать. Так еще и с работы поперли. Так еще и канал не идет. В общем, было неприятно. Тогда я еще не знал, что меня ждет 2015 год. 2015 год. 7 января 2015 года. Выходит игра, которая для многих из вас, кто особенно старичок на этом канале, я думаю, это очень важная игра, которая называется Принцип Талоса. И мне кажется, вот если, допустим, To The Moon была просто очень эмоциональной, красивой историей, то Принцип Талоса, она действительно смогла каким-то образом повернуть, перевернуть мое представление о мире и дать много новой пищи для размышления. И эта игра раскрыла меня с точки зрения человека, который умеет рассуждать. Или хотя бы пытается как-то рассуждать. А благодаря вашей реакции, что вам было интересно слушать мое рассуждение, я научился не бояться высказывать свое мнение. Мне вот сейчас кажется, что Принцип Талоса, это наряду, наверное, с To The Moon, вот эти две игры сделали нас друг к другу ближе вот тогда. Ну то есть, если To The Moon позволил мне стать вам ближе эмоционально, то Принцип Талоса ментально. Ну и в общем, я записываю различные игры, все идет своим чередом, по 100 просмотров на видос, и затем 30 января 2015 года. Да-да, я говорю про Stranded Deep. И как я говорил, что ты делай, делай, делай видосы, и потом однажды ты случайно сделаешь что-то достойное, достойное большого внимания. И вот с игрой Stranded Deep сошлось абсолютно все. Моя харизма, моя подача, мой юмор, мое умение монтировать и работать с музыкой, также и сама игра. Сочетание, то бишь, было настолько идеально, что это правда бывает только раз в жизни, мне кажется, такое попадание. И когда я сказал, что я набирал всегда по 100 просмотров, где-то за видос, а 500, это было вообще пипец как много, то первое же видео по Stranded Deep набрало тысячу просмотров. И да, конечно, это звучит очень мало, но... И несмотря на то, что до этого было, я рассказывал видео по Never Ending Nightmares, которое набрало аж 300 тысяч просмотров, было огромное отличие. То видео попало в рекомендации, по-моему, к Ивангаю. И, естественно, огромное количество залетных людей, его зрителей, просто перейдут посмотреть, что это, и увидят, что это какая-то фигня, и отключится. И все. Потому что после этого видоса ничего не изменилось у меня в просмотрах в целом. То есть это было одно случайное попадание видоса в рекомендации, и все. Это видео по Stranded Deep набрало тысячу. А тысяча, это означает, что у меня на тот момент было 20 тысяч подписчиков, где-то примерно, может быть, 18. И то, что это видео набрало тысячу просмотров, означало, что большему количеству моей аудитории стало интересно это видео. И выпуск второго видео по этой игре только закрепил результат. То есть было плавное-плавное наращивание уже постоянной аудитории. То есть люди приходили, чтобы именно посмотреть очередной выпуск по Stranded Deep. И именно во втором выпуске по Stranded Deep я впервые полетал на пальме. Нет, все, меня вернуло. И поаккуратнее дерево падает. Я даже начал летать на пальмах с острова на остров. Боже мой, я помню, как меня это впечатляло в те времена. Потому что вообще, в принципе, жанр выживалок, это было что-то новенькое. И также я помню, что именно со вторым выпуском Stranded Deep пришло ко мне понимание, что что-то клевое намечается, возможно. Потому что именно в этом видео я помню, что на моем острове закончились ресурсы, и мне нужно было плыть дальше. И так как все острова издалека выглядят примерно одинаково, я ориентир для себя нашел, чтобы точно знать, куда вернуться потом обратно домой. Потому что там у меня уже какие-то постройки были. И я плыву, и внезапно начинается туман. Или нет? И посмотрите. Ой. Посмотрите на мое лицо. О, нет. И вот я понял в этот момент, какой я в беде оказался. И при этом акула приплыла. И после того, как туман рассеялся, мы поплыли на рандомный остров. После чего я зашел. Такой. О, это что-то новое. Новая земля. Что же тут? Какие тайны? И внезапно я вижу... И слышите, музыка сейчас ступит. Я приплыл! Я приплыл туда же! Может быть, сейчас это не так значимо выглядит, но именно внутри у себя я понял, что это разрыв будет просто. То есть можно так много ситуаций классных вытаскивать из этой игры, потому что вот я заблудился, и случайно приплыл обратно к себе же. Это было очень комично. И я такой думаю, как подчеркнуть эту комичность? Надо поставить снова эту пляжную музыку веселую. И как только осознание того, что я приплыл обратно, пришло и впиталось в голову, и зрителю тоже играет музыка. И я угораю. И все, и вот конец. И я понял, что это будет просто бомба. То есть это была первая игра, наверное, реально была первая игра, которая позволяла мне полностью самого себя излить, свой мир передать, свой юмор целиком полностью раскрыть перед вами. Потому что так или иначе, все сюжетные игры, они заставляют тебя просто комментировать то, что происходит там. А Stranded Deep позволила мне прям сделать все, как я хочу. То есть она меня сделала аутентичным, получается. Я, естественно, сразу превратил игру в сериал и сделал заставку. До сих пор горжусь этой заставкой. Очень круто выглядит. Да, те, кто шарит, я использовал музыку из Outlast. В общем, да, я превратил Stranded Deep в сериал. Естественно, я параллельно еще записывал и другие видео по сторонним играм. И так как на Stranded Deep я усвоил, что можно очень много с помощью монтажа донести, утрировать можно любое событие в игре, я подумал, что можно бы еще это сделать и с помощью меня самого. Что я имею в виду? Я имею в виду 14 февраля 2015 года. Видео по Super Meat Boy. Это первое видео, которое я снимал на Хромакее. Да, но в этом видео я не так часто использовал все преимущества Хромакея. То есть там немножко было приближений. Чуть-чуть где-то я менял свое положение. В общем, я просто еще экспериментировал. Но основные эксперименты, конечно же, были внутри игры Stranded Deep. Вот, первое видео, в котором появился этот мем «Восемь гребаных часов спустя». Восемь гребаных часов спустя! На самом деле, этот старик, это, по-моему, его зовут Роберт Лоуджа, он актер. И я увидел его в одной из серий Гриффинов. Вот как раз таки вот эту вставку, где там что-то происходило, какой-то персонаж что-то кому-то объяснял, и внезапно этот дед появлялся такой и говорил «8 fucking hours later!» И меня это так сильно насмешило в Гриффинах, что я решил это стырить. И поставить себе. Так как не было нигде русской озвучки, я сам его озвучил. И очень красиво легло, и как-то прижилось. И меня смешило каждый раз, когда я вставлял этот мем. В общем, весь февраль 2015 года это были эксперименты. Каждое следующее видео «Страна Deep» набирало все больше и больше просмотров. И, наконец, 28 февраля 2015 года. Видео, с которого все полетело вверх. Вот оно. Я благодарен судьбе за то, что я выпустил это видео. Конечно, скорее всего, если бы не оно так другое, потому что, ну, эта серия летсплеев настолько вовлекала зрителей, что, я думаю, это был вопрос времени. Ну, в общем, именно вот это видео и стало отправной точкой для этого канала. Как построить шикарный дом в «Странде Дип». И вот здесь-то как раз-таки сработало абсолютно все. Все эксперименты, которые я провел до этого. То есть была и заставка, был и хромакей, был и мой юмор, и различные вставки. И к тому же игра была сама по себе очень популярная. И я назвал видео «Как построить шикарный дом». То есть всем интересно, как построить шикарный дом. И, конечно же, это дело неосознанно тогда, но если так проанализировать, то было все идеально грамотно срежиссировано. То есть, как будто бы я запланировал успех вот именно на этом видео и так и случилось. Ой, здесь я еще акулу озвучиваю. Дай-ка я зайду посмотреть, что ты там замутил. А тут у нас что? О, туалетное ведро. Рядом с дыркой в стене, чтоб все проветрилось. Очень умно сделано. Молодец, Женек. Нормально. Я знаю, что многие могут подумать, а, но эта игра была популярной, поэтому вот, ты просто записал в нужный момент популярную игру. Но нет, это не так. Поскольку вот сейчас даже, при том, что у меня уже большой канал, я могу выпустить видео по популярной в данный момент игре, как было, допустим, с Киберпанком, как было с Death Stranding в свое время. И эти видосы никому особо не интересны. А вроде бы у меня популярный канал, популярная игра, это не так работает. Ну да, чисто по анализу все грамотно я сделал, и успех был предрешен. Но это я сейчас так говорю, потому что я понимаю, какие факторы сработали. Тогда я все это делал просто потому что, вот не знаю, повезло. Повезло додуматься до чего-то такого. И поэтому я говорю, что успех моего канала это по большей части, конечно же, везение. Не в малой степени упорный труд и вера в то, что что-то получится, но везение сыграло большую роль. И, наверное, суперклассно, что на тот момент у меня уже был опыт с видосом, который бомбануло. Вот темпо Never Ending Nightmares. Потому что, когда то видео бомбануло, но подписчиков и какой-то известности я не получил, я и от этого видео про Stranded Deep тоже ничего особо и не ждал. А когда я увидел, что подписки набираются большими масштабами, о которых я даже помыслить не мог, я не стал радоваться так сильно. Я такой, ну сейчас это остановится. Идут дни, дни, люди подписываются. Я такой, ну сейчас это остановится, точно. А оно не останавливалось. Естественно, я в этот момент, когда я понимаю, что вроде как это идет, у меня вот такая вот улыбка. Не знаю, как описать те ощущения, что у меня были. Но они не то, чтобы супер долго длились. Я позволял себе кайфовать от результата, но при этом я стал думать. Опять же, из-за того, что у меня был плохой опыт, когда видос бомбанул, я начал думать, а как закрепить результат? Из-за чего конкретно видос так пошел и почему теперь стали подписываться? И тогда я подумал, что, а возможно, выживалки. Это мой конек. И так наступило 11 марта 2015 года. Первый выпуск The Long Dark. Damn, hi! С вами Юджин, и мы сегодня играем в Long Dark. Long Dark тоже довольно-таки много внимания на себя обратила, когда вышла. И вот тут я допустил небольшую ошибку. Это будет видео отличное от Stranded Deep. То есть я не буду делать нарезку, я буду прям вот показывать все, что происходит. Идти от начала и до конца без клик и без всяких прочих штук. Это будет... Вот, вот это. То есть я тогда подумал, что, наверное, дело не в том, что я там в Stranded Deep делал всякие приколюхи, а дело в том, что это была просто игра, которая хайпанула у меня. И поэтому я думал, что The Long Dark тоже таким образом хайпанет, и мне не придется монтировать сразу Stranded Deep вот с этими всякими вставочками, приколюхами, музыкой. И еще и другие игры тоже делать, и делать на каждодневной основе постоянно. Вот монтаж, 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 так много монтажа, это очень трудно физически. И поэтому я сделал видео по The Long Dark без склейки и без монтажа. И на тот момент это видео зашло, ну, плохо, я бы сказал так. Лучше, чем раньше, так как люди начали подписываться и смотреть и другие видео по другим играм, но не тот результат, который я бы хотел. И мы снова играем в The Long Dark. Но уже 3 апреля на 9 выпуске The Long Dark я поставил музыку, я начал делать склейки, и вот тогда-то это видео начало людьми восприниматься нормально. И тогда я понял, что, оказывается, я хорош именно в создании атмосфер. До чего ж там греха таить, я сам себе признался в тот момент, что мне больше нравится, когда есть музыка. Мне больше нравится, когда есть возможность как-то приукрасить ситуацию в игре. У меня всегда шансы на успех 100%, но я всегда развожу огонь с первого раза. И более того, я понял, что это прикольная возможность для меня создавать разную атмосферу, так как в Stranded D преимущественно была такая пляжная музыка, когда веселые моменты. А вот The Long Dark я стал подбирать под нее музыку исключительно кантри. Это были кантри красивые и медленные, кантри смешные и быстрые, кантри такие вдумчивые или просто нейтральные. О, да, и здесь. Когда я монтировал этот кусок, я помню, насколько он сочным стал, когда я поставил музыку. Я понял, что более... Вот сейчас, вот в этот момент я напал на Волка. Это был первый раз, когда я решил дать отпор Волку. Пошел в жопу. И музыка. Акцент на моих эмоциях. Я понял, что это невозможно передать без монтажа. И что именно это, если я так перся в этот момент, то как будет переться зритель, мне так показалось. И поэтому я понял, что все, вот теперь и так я делаю ролики. И к этому моменту я уже перешел на один ролик в день. И мой рабочий распорядок в принципе выглядел так. Я просыпался, записывал видос, монтировал его, ложился спать. Выкладывал видос, снимал другой, монтировал, ложился спать. Короче, вот это был мой распорядок дня. И потом, опять же, подарок судьбы Stranded Deep меня задолбало. Задолбало сильно, потому что у них не было ни обновлений, ничего, и нечего было делать в игре. И от безделия произошло следующее. Я просто устал ждать обновления. Женек, не волнуйся, обновление скоро будет. Я не говорю с компасом, я не говорю с компасом. Я не люблю, когда меня игнорируют. Заткнись, компас, уйди отсюда. Женек, рада тебя видеть. Евгений, пока ты спал, я решил сварганить тебе супчик. Надеюсь, ты любишь морепродукты. Да, спасибо, акула. Не акула, а Аркадий Анатольевич. Таким вот образом, от моего безделия начали появляться не то, что происходит конкретно в игре, и я стал людям интересно, а то, что я делаю в этой игре. И тогда я понял, что как минимум в случае со Stranded Deep, даже если контента уже нету, ты можешь его придумать сам внутри игры. И, блин, я стал придумывать контента очень много. 22 марта. Самый-самый-самый первый микс в истории канала. Скотч, топорчик, пропеллер. О, смотрите, еще консоль. Fuel Tank, Hammer. Мне придется еще я не знаю сколько ходок делать. А, тут картошка просто. О, торч, круто. Эта идея совершенно случайно мне пришла в голову. Но когда я монтировал этот видос, я просто помню, что я так много лутаю чего-то в этой игре, что очередной раз показывать лут уже как-то скучно, но при этом лут надо показать сам процесс. И еще у меня были эти дебильно однообразные фразы о скотч, о вот это, о мотор, о еще какая-то фигня. Потому что я не знал, что про это говорить, и каким-то образом мне пришла в голову мысль, что можно это все под музыку замиксовать. Поэтому я назвал чувака лутер-эмси, типа рэпер-эмси-лутер, потому что он лутает. И я на самом деле думал, что в этом и будет фишка, что он будет появляться только когда я что-то лутаю. Но мы знаем впоследствии, к чему это все привело, и как много разных миксов появилось на разные абсолютно темы. Надо прочесать все от и до. И мха тут просто до хрена. К счастью я взял гвоздодер. О, 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 гвоздодер. Най, най, бич, леска лежит бич. Приходится хавать на зимов, если что, лампа и торч, детка. Скотч, поставить лестницу, что ли, лестницу, как-нибудь, что ли. Еще одна. Я жужу, как присядь, вот, присели, вот, присядь, я жужу, как присядь. Путель-то, путель-то, прожду, путель-путель-то. И, кстати, небольшая вставочка. Надо отдать должное моему старшему брату Лехе. Он очень много видео помог мне смонтировать. И за много миксов стоит ему сказать спасибо. И если свежая шкурка, путель-то на картышах и более ранние миксы делал я, то гвоздодер, маха дохрена, леска, бич, симот, если что, потом, что там еще было, лестница, что ли, и другие миксы. Я не помню, какие там еще были. В общем, много он тоже сделал. Ко многому он свою руку приложил, за что ему огромное спасибо. И поскольку в Stranded Deep появились персонажи, и они зашли публике, я подумал, что надо что-то делать из The Long Dark. Проклятый бункер, выпуск 12. Первое появление оленя из будущего. Олень! Иди в нашу сторону, спасти нас! Юджин, я олень из будущего. Я явился, дабы предупредить тебя, что когда ты будешь подходить к дому зверолова, тебя будет поджидать волк. Да, спасибо, я уже на него напоролся. Ой, опять опоздал. Олень из будущего. Ой, опять опоздал. Эээ, я на самом деле могу ошибаться, но мне кажется, что это первый видос, где он появился. Я просто не стал просматривать все остальные, мне было лень. Но сам концепт персонажа, олень из будущего, появился, по-моему, раньше этого точно. Когда я играл в The Long Dark, был какой-то момент, я помню, что я видел, как волк жрет тушу оленя, после чего я прохожу пару метров в сторону и вижу, как другую олень бежит в сторону, где волк хавает оленя. И я такой подумал про себя, что ой, это же забавно, как будто бы олень из будущего пришел, чтобы себя предупредить о том, что его сожрут, но не успел, опоздал. И мне показалось, что это очень смешно. И еще смешно будет, если это реально было в каком-то из предыдущих выпусков, и я сейчас пересказываю то, что вы и так знаете, и вы уже видели это. Но, короче, вот, я решил сделать заставку, которая напоминает по цветам и по вот этим лучам квантовый скачок. Сериал такой был, мне очень нравился в детстве. Это сериал про путешественника во времени. И музыка, на самом деле, оттуда, из этого сериала. И я просто под нее спел Олень из будущего. И причем, если мне память не изменяет, оленя тоже как-то так равнодушно восприняли в самом начале. И я подумал, что это, скорее всего, одна из тех ситуаций, когда ты должен много-много-много раз шутку сказать, чтобы она превратилась в шутку. Итак, 8 апреля на канале выходит третья выживалка Сабнатика. Тут я уже и монтировал, и вставки делал, и озвучивал персонажей. И я помню, видосы по Сабнатике начали прям очень хорошо собирать. Не лучше с тренда Дипа, конечно. Итого, это уже была третья выживалка, которая отлично работала на моем канале. Но потом я подумал, а можно ли какую-то еще другую игру добавить на постоянку, чтобы прям вот заходило-залетало. Тогда была популярна очень GTA 5. Итак, 17 апреля 15-го года. Первое видео по GTA, и тут же рождение Маквиссера. И мне кажется, просто само создание персонажа было очень уморительным. Не знаю, как оно сейчас, конечно, будет смотреться, но тогда я просто уссывался, пока снимал этот эпизод. И опять же, это такая случайность, что я смог... Моя цель была просто создать уродливого, смешного персонажа. И получился в итоге просто один из самых-самых популярных персонажей нашего канала. Нет, не могу, это просто угар. Так, я теперь запутал. Между деловым костюмом выбрать или вот этим вот. В те моменты я прям помню, как меня распирало. Больше сейчас ржачий я просто вырезал. Это магнат. А, да-да-да, я помню. Видите, я ржу и посмотрел налево. Просто там за кадром сидел мой брат и он сидел с другим компом и он помогал мне с монтажем видосов. А я в этот момент накидывал, короче, пока я создавал персонажа. Я просто уссывался, немного ржал и он на меня так поворачивался постоянно и смотрел, что происходит. И вот я, вот как раз таки я смотрю на него и типа я не могу... Это было очень смешно. Мне смешно, потому что я вспоминаю то, как мне тогда было смешно. В общем, я создал Мак Высера. Пипец, какой он был забавный. Ну, правда, тогда он назывался Мак Выбледок. Но я только после записи видео понял, что это все-таки не очень хорошее слово. И я помню, что после выхода этого видоса многим не зашел персонаж. Они такие, сделай персонажа более красив... ну, нормального персонажа. Не такого урода. Неприятно на него смотреть. Ну, в общем, и первый, и второй, и дальше выпуски так себе шли. Ну, неплохо вроде, но не фурор. Но я все гнул свою линию и такой, нет, дальше, дальше. Это смешной персонаж. Мне он нравится. Это вот я так вижу, мне так нравится. Поэтому будем так играть. В общем, да, в следующем видео я переименовал персонажа в Мак Высер, чтобы сделать лайтовее. Но это желание сделать имя не матерным, не похабным, а более лайтовым, и стало очень правильным решением. Потому что Мак Высер звучит очень круто. Очень запоминающе и очень красиво так прям стелется. Мак Высер. Ну, и постепенно серии GTA стали очень много у меня набирать тоже. Итого у меня было уже, получается, с тренда Deep the Long Dark Subnautica и GTA. Четыре успешных сериала. Конечно же, помимо этого, я выпускал и другие игры, и все это время монтировал, и если бы не помощь моего брата, я бы, наверное, подох бы еще раньше. Но мне было мало. Я хотел еще какую-то прикольную игру себе в канал. И в итоге 7 июня 2015 года выходит видео по игре Ark Survival Evolved. Тогда я еще не знал, насколько большое значение эта игра будет иметь для моего канала. Тогда я поразился от того, как классно можно делать персонажей в этой игре. Какие они могут быть уродливые. А я обожаю делать уродливых персонажей. И вот так мы сделали какого-то там чувачка, не знаю, кто это, я не помню, как его назвал. Мерзко-змей я его назвал. Боже мой, я помню, как игра лагала и какая она была недоработанная. Но графика была на тот момент просто ошеломляющая. В общем, игра сразу зашла, по-моему, вот насколько я помню. Но я взбесился с нее, потому что она была глючной, плохо работала. Короче, баги на багах. Я не возненавидел ее и забил. Но ненадолго, потому что уже 24 июня я выпустил новый выпуск. Это, наверное, какой четвертый или пятый был выпуск по арку, где впервые появился Power Drush. Это опять же рандом, какой-то рандом волшебный сыграл в мою пользу. Потому что все предыдущие выпуски по арке я сказал, да, что они неплохо заходили, но не было какого-то отклика, знаете, такого, что я почувствовал, что вот прям да, вот это попадание точно. И как только стоило мне придумать персонажа Power Drush, как все сразу стало набирать обороты. То есть у нас был и Мерзкий Змей, и был еще Бир Белли Боб, по-моему, назывался персонаж. И всем было, в принципе, по барабану. А когда я сделал Power Drush, только про Power Drush комментарии и были. Вот восемь лет назад комментарии. Это момент создания легендарного Power Drush. Так родилась легенда семь лет назад. И тут было тоже странно. На самом деле, вот если сейчас так подумать, не столько дело было во мне, сколько в персонажах, которые я создавал. Это тоже интересное открытие для меня было тогда, что несмотря на то, что все, все эти персонажи это я, но я их создал, я их озвучиваю, они все равно позволяли мне какую-то новую грань в себе открывать, по-другому преподносить каждую игру. Затем наступило 16 июня 15-го года и это было первое появление мамы на моем канале. Я играл в страшную игру под названием Power Drill Massacre. Это была действительно страшная игра. Вы можете посмотреть прохождение, сами убедитесь, что она щекочет нервы только так. И вот конец видео. Вот такой был. По-моему, это первое видео, где я вышел за пределы самого летсплея. Мам, мам, там страшная игра. Ну что, сынок, это же игра. Пойдем, мне нужно просверлить дырку в стене, хочу повесить картину. Да, это забавно было. Я позвал ее маму свою, потому что, ну, во-первых, я жил с родителями на тот момент еще, и мама у меня всегда была активная, веселая, и я подумал, что это будет прикольно. Ну и также моя мама мне рассказывала, что она всегда хотела быть актрисой, сниматься, и я подумал, что таким образом можно как-то чуть-чуть сделать так, что она прикоснется к своей мечте тоже. Наступает 16 июля, и дела настолько хорошо пошли, что выходит первая реклама на моем канале. Я знаю, что не каждый канал, наверное, может гордиться своей рекламой, но я своей прям очень горжусь. В общем, всю мою рекламу, конечно же, смотреть не будем. Это мое гениальное, я просто поставлял лицо на персонажа. Это была моя самая-самая-самая первая в жизни интеграция. Я заработал с нее очень-очень-очень мало денег. По меркам YouTube, особенно учитывая, что это был последний выпуск с тренда Дипа, 23-й, который набрал 8 миллионов просмотров, я получил просто нихрена, считай. Считай, задаром сделал. У меня был следующий мысленный процесс. Во-первых, я всегда мечтал о том, чтобы наконец-таки на моем канале появилась реклама, потому что я знал, чем я хочу заниматься в жизни, и также я знал, что чтобы этим заниматься, мне нужно научиться на этом зарабатывать. И поэтому для меня первая реклама стала, ну, это был знак, что я иду в правильном направлении, что вот все, ты достиг этого, просто продолжай дальше работать. Но это был YouTube 2015 года, и реклама тогда была еще немножко, ну вот, большинство каналов, где я видел рекламу, получали хейт за эту рекламу. И мне очень не хотелось, так как у меня было очень сплоченное комьюнити, и до сих пор осталось, и очень хорошая репутация, которая тоже до сих пор осталась, я надеюсь, по крайней мере. Я боялся сделать плохо рекламу. И поэтому я подумал, что чтобы мне было не стыдно за нее, я должен сделать ее максимально смешно, как я могу. Чтобы вот зритель кайфанул от просмотра. Вот такая у меня была цель. Ну, а я бы заработал немножко. И когда я сделал ролик, я такой, ну блин, очень круто получилось, прикольно. Но я все равно боялся, что люди могут загневаться на меня. И для этого, чтобы хоть как-то сгладить углы и показать всем, что, ребят, я понимаю все, это реклама. Да, я все понимаю. И мне хотелось как-то это обыграть смешно, что типа, ну я здесь ни при чем, так случилось, это вот, я вообще не понимаю, что это такое. И поэтому я сделал вот эту вставку. Ой, какие-то странные сны снятся. Такой, знаете, способ сказать сорян, рекламка. Вот, надеюсь, вы не будете злиться на меня. И, к моему удивлению, было столько клевых комментариев по поводу рекламы. Я ни у кого никогда не видел на других каналах, чтобы кого-то из авторов хвалили за рекламу. Говорили, кайф, реклама, дело еще. И забавно, что моя самая первая реклама вышла в самом последнем выпуске по Stranded Deep. Я уже неоднократно говорил, почему я не выпускаю больше Stranded Deep, но здесь коротко еще раз скажу, что дело в том, что я не хочу засрать то, что было таким настолько классным. Хотя, в целом, я могу более подробно рассказать. На самом деле, я знаю, что сейчас Stranded Deep обновилось уже много раз, там уже есть какой-то сюжет, и есть концовка, но в этом-то и проблема. В этом самая большая проблема и The Long Dark, и Subnautic, и Stranded Deep. Вот все вот эти вот крутые игры, которые у меня хорошо заходили тогда, сейчас они просто, они не вписываются в мою подачу, в мою харизму, не знаю. Я впервые эту проблему ощутил как раз-таки с The Long Dark, когда внезапно разработчики выпустили свою сюжетку, и я вдруг понял, что как будто бы игра так и говорит, что, Евгений, тебе здесь больше места нет. И несмотря на то, что я все равно пытался как-то от себя тену вкинуть, она очень сильно контрастировала с тем, что в игре происходило. Чтобы зритель понимал, что происходит в игре, мне приходилось показывать катсцены, показывать вставки эти диалоговые и так далее. И при этом вот так вот, эта динамика ролика сразу рушилась, весь юмор ролика рушился, и я сижу так с кислой минной и жду, пока реплика закончится. Типа, я не говорю, что истории в играх были плохими, я говорю, что они мне вписывались в ту подачу, которая у меня уже сформировалась. А 28 сентября 2015 года было самое значимое событие, как мне кажется, первое появление Луны. Ну конечно, только не стой уже, давай раздевайся, я имею в виду раздевайся, у тебя все получится, быстрее, пока я не ушла, не обламывай мне кайф. Тогда еще у Луны был немножко другой голос, как вы слышите. Сейчас он звучит больше вот так, а там он был какой-то более грозный. Блин, а так все забавно смотреть, вспоминать. Я даже не мог помыслить, что такой персонаж может быть популярным у нас на канале. А 9 октября было тоже очень знаковое событие, это переезд Маквиссера из GTA 5 в GTA Самп. Изначально я решил поиграть сам, потому что мне ребята написали с сервера, предложили за небольшую плату записать как бы рекламные видео на их канале. Я подумал, что почему бы нет, можно попробовать, нужен под это клевый персонаж. И я решил поэтому перетащить Маквиссера из GTA в GTA Самп. Ну опять же, это GTA, одна и та же как бы игра по сути. И это оказалось очень грамотным решением впоследствии. Опять же, чистая случайность сыграла в мою пользу. Потому что в третьей серии внезапно я осознал, насколько крутой сериал может из этого получиться. И на самом деле, мне кажется, опять же, если говорить про случайности, мне просто дико повезло в тот момент, когда я записывал этот видос, мне попался игрок под ником Cole Nelson. Просто обычный игрок, который просто со мной скооперировался, пока мы играли. И он так вошел в РП вместе со мной, что, не знаю, мне кажется, именно благодаря этому парню Маквисер стал таким, каким он стал. Пока мы бегали искали убийцу моей жены, происходило очень много крутых событий, которые все постепенно складывались в какую-то прям реальную историю. А потом мы с ним пошли вместе вот в этот бар, где у нас был такой киношный разговор, что я решил это все оформить как фильм. И я музыку такую классную подставил, такую атмосферную. И мне настолько понравился конечный результат, что в конце я решил по приколу вставить титры. Как будто бы это, знаете, ну, сериал. И это было просто браво! Это было так круто! Людям так зашло это все, что титры стали традицией уже для сериала про Маквисера. Везде, где он появляется, обязательно есть титры. Вот, видите, даже написал, что я титры вставил чисто ради угара и атмосферы. Угара мало, но атмосферно это правда. И, как мне помнится, это был настоящий успех. Мало того, что у меня уже была целая куча классных игр, которые супер заходили, канал рос бешенными темпами, так еще и вот Маквисер стал гораздо... Как будто он в свою тарелку попал, мне кажется. И там он раскрылся еще больше, как персонаж. И людей это так все заперло, что народу еще больше приходило. И создатели сервера, которые меня пригласили изначально играть, они были тоже в восторге от результатов, потому что благодаря мне их сервер забивался до отказа. И они такие, давай следующий ролик, следующий ролик, следующий ролик. И да, ну, я думаю, вы все знаете, что все выпуски по Маквисеру в Сампи, это были все как бы рекламные проекты, но от этого они не становятся менее душевными, потому что я всего себя вкладывал в эти выпуски. И мне всегда было самому интересно, к чему приведет следующий выпуск, что будет происходить дальше. И я погружался в эту историю с головой. То есть я считаю, что любая хорошая работа должна быть достойно оплачена. И в моем случае это так и сработало, и поэтому мне нисколько не стыдно, что это был рекламный проект, я в этом ничего плохого не вижу. То есть я делал то, что мне нравится, и получал за это какие-то дивиденды, что очень круто, и я желаю каждому из вас такое. 1 ноября 2015 года мы отмечали с вами 500 тысяч подписчиков. И здесь, по-моему, это первое видео, где я начал ваши посылки и письма раскрывать и читать. То есть я помню, я открыл почтовый абонентский ящик себе и отдал его в открытый доступ, чтобы люди туда присылали, чтобы люди присылали свои письма и подарки. Это неплохо сработало, потому что люди кучу всего крутого присылали. И, кстати, все эти посылки у меня до сих пор хранятся дома. Так что можете, ребят, не переживать, все это в целости и сохранности. Я храню это как очень важные для меня вещи. Спасибо вам всем. И что, вы не думали, что я тут гоню вам? Вот, прям под рукой стоит. Ну и последнее значимое событие в 2015 году, это 10 декабря, вышло первое видео с мамой в плане летсплея совместного. Это была игра Fallout 4. Я помню, это был забавный летсплей. Итак, все важные за 2015 год события, мне кажется, мы посмотрели. Дальше будут другие года. Блин, я постараюсь покороче. При этом не хочется, чтобы мы что-то упустили. Я хочу, чтобы все, кому интересно, повспоминать, поностальгировать или просто узнать что-то новое, могли все это узнать. Поэтому будем в темпе, который я захочу, который я скажу, мы будем двигаться в нем. Понятно? Только в таком темпе. Терпение, я сказал. Я 10 лет пахал. 10 лет. Вот какое терпение нужно иметь. Но все равно постараюсь побыстрее. 2016 год. 31 января 2016 года появилась игра The Witness. Это, знаете, такая игра, которая сначала вообще мне не зашла, но потом уже с выпуска третьего я начал восхищаться ей. И то же самое было и с вашей реакцией. Вы вместе со мной начали любить эту игру по-настоящему. И она стала как принцип Талоса для нас. Мало, чем можно сказать сейчас про это время. То есть просто было очень прикольно. Я также баловался с монтажом. Старался сделать так, чтобы, поскольку в этой игре музыки толком нету, ничего нету, я мог сам свою собственную атмосферу создавать. И это было очень круто. Далее, 31 марта было первое появление персонажа-тренера. В видосе, который, к сожалению, недоступен сейчас, но, возможно, кто-то его перезалил на другие каналы. Я не могу открыть, потому что это видео было рекламным. Я не знаю, с чем там были проблемы. Если честно, просто сказали, пожалуйста, закройте доступ к видео, что ей пришлось сделать, к сожалению. Мне очень нравится это видео. Там я участвовал еще среди других блогеров в этой рекламной компании. Мне очень хотелось выделиться среди них и сделать супероригинальный видос. Ну и, собственно, вот к чему я пришел. Так и появился фитнес-тренер. Я еще помню, записывал этого фитнес-тренера, я разложил хромак, развесил, точнее, его, где-то в гостиной, и мама смотрела, что я там снимаю, и стояла сзади, угорала. И даже что-то подсказывало мне. Пресечь атаку! Вот это пресечь атаку, по-моему, это мама мне подсказала. Дело так, пресечь! Ну спайди, пороть тебя на складе! Да, я помню, что-то мне казалось очень смешным, если я буду постоянно рифмовать его имя с какими-нибудь оскорблениями. А еще я помню, что у меня было плохо с микрофоном там, и пришлось переозвучивать полностью все фразы. Ну а 14 апреля мы уже с вами праздновали первые миллион подписчиков. Получается, что каждый месяц, после момента, как то видео по стране Деп вышло, у меня по 100 тысяч человек ежемесячно подписывались на канал. 25 мая вышел первый влог из путешествий. Я был как раз-таки в Польше, в Варшаве. CD Projekt меня позвали, не помню, что там у них было. Да-да-да-да, я помню. этот момент, когда ты впервые начинаешь влогать, ты на улице стоишь или в помещении, и ты должен что-то говорить в камеру, и я просто не смог сдержать эту мысль в голове у себя. Я хотел сначала серьезно сказать, вот, я сел на поезд, еду туда-то, а потом я такой, блин, это так тупо, и я просто решил это не скрывать. Блин. Я настолько не умею влогать, что я даже не знаю, я сейчас нервничаю дико, это так тупо было. На самом деле, из-за того, что я это сразу на свет вытащил, мне стало легче чуть-чуть. Впоследствии потом вышли влоги из Штатов, которые тоже очень сильно заходили людям. Мне даже одно время хотелось прям сделать такую рубрику и постоянно куда-то летать и путешествия свои выкладывать, но чем дальше шло дело, тем больше мне хотелось как раз таки путешествия именно оставить при себе. Я просто уставал от того, что мне нужно все время думать о Ютьюбе, постоянно снимать видео, постоянно над ними работать, что хотелось немножечко об этом не думать, короче. И поэтому я путешествие оставил для себя самого. 26 октября 2016 года очень значимое событие. Выходит первая часть моего мини-фильма «Ноутбук смерти». Как вообще это видео создалось? Почему я это сделал? Я познакомился с человеком, который захотел, чтобы я прорекламировал ноутбук. Наградой за это видео про ноутбук будет сам ноутбук. Типа как бы по бартеру. Я такой «Окей». Они мне говорят «Ты можешь сделать анбоксинг». Но я никогда не делал анбоксингов на своем канале и не хотелось. И я подумал «Как можно прикольно обыграть рекламу ноутбука?» А на тот момент я в который раз пересмотрел «Тетрадь смерти», «Death Note», «Note Notebook» как-то созвучно. И я подумал «А почему бы не сделать прям анимешную такую историю про ноутбук смерти?» Взять за основу все идеи из этого аниме и просто переначать их по-своему. То есть это видео для меня было очень значимым. Объясню почему. Если вот это видео я сделал за свои деньги сам и просто получил ноутбук в конце, то на примере этого видоса я смог дальше уже показать другим рекламодателям что я могу делать. Я помню когда выпустил этот видос кто-то там большая какая-то шишка из Acer написала менеджеру который мне как раз таки подарил этот ноутбук написал типа что «Love it», типа «Обожаю это». То есть ему какому-то там челу чуть ли не боссу главному понравилось это видео. Что для меня было очень приятно. Господи я помню как долго я монтировал это видео, сколько всего приходилось править, сколько графики добавлять. И мне очень нравится вот эта сцена где я играю на ноутбуке больше постарался над графикой у меня даже была какая-то была мысль сделать ремастер этого видоса чтобы графика была гораздо лучше звук лучше все лучше музыку отдельно написать новую оригинальную мог быть когда-нибудь я это и сделаю но сейчас пока наверное не вижу в этом смысла. И вот так вот закончился 2016 год теперь переходим к году 2017. Не удивляйтесь но с каждым годом будет все меньше значимых событий потому что я считаю что самый золотой год для нашего канала это конечно же 2015 просто скорее уже буду говорить о ярких прохождениях каких-либо игр в тот момент выходивших которые привлекали внимание и давали хорошие результаты например 24 января появился Resident Evil 7 особо реагировать тут не на что просто Resident Evil 7 была довольно-таки крутой игрой много просмотров я срубил но вот 8 февраля вышло видео по игре Bigfoot и это стало достаточно значимой игрой для нашего канала много-много угарчиков было от Bigfoot сейчас какой-то момент прикольно бы найти посмотреть как это было идёт идёт выстрел 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 умри я понял он такой был гладкий весь лысый это было жутко прикольная была игра 5 марта 2017 года мы праздновали 2 миллиона подписчиков я пригласил маму отметить вместе со мной это событие выстрел 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 его 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 здесь больше не будет и мы будем ты чё уже пишешь что ли нет я просто в общем это не просто так я позвал её на это видео потому что мы хотели проанонсировать следующий видос о котором я сейчас расскажу 7 марта мой первый рэп музыкальный клип мне с него дико стыдно если честно конечно это прикольно вспоминать хороший классный опыт снимать было весело о утконос смотри видишь ты в клипе ты в клипе иди отсюда то есть мне и текст не нравится уже сейчас я бы получше поработал если была бы возможность тут у нас была именно прям съёмочная группа режиссёры фокус-пулеры операторы в общем все-все-все это мы кстати снимали всё в одной квартире там просто нам повезло что было две нужные комнаты она такая типа молодёжная другая белая чистая стерильная однако 5 миллионов просмотров очень хорошие показатели были и этот клип тоже был рекламой на самом деле не удивляйтесь хотя наверное вы уже сейчас и не удивляйтесь но большинство очень крутых проектов и крутых идей которые у меня родились они родились потому что нужно было рекламу сделать но так как я всегда относился к рекламе очень ответственно и серьёзно я старался и таким образом появлялись крутые вещи на свет так что спасибо рекламе получается 17 марта выходит самое загадочное видео на моём канале которое называется Бульк я даже сейчас когда смотрю это видео прям аж мурашки по коже идут такая музыка клёвая 15 тысяч комментариев я помню что люди были в шоке что это продолжение Strand Deep и на самом деле я правда задумывал продолжить Strand Deep я даже снял 24 эпизод у меня был и сценарий к нему написан и всё было уже снято ну кроме там всяких приколюх и вставок но я бы так сказал что мне было просто очень страшно выпускать этот видос поэтому я даже не стал заканчивать монтаж а страшно было вот почему ну как я и сказал я не хотел засрать что-то настолько хорошо получившееся однажды да тизер выпустил но продолжения так и не было простите меня за это но ничего не поделаешь а теперь немного про сам этот ролик вот этот кадр со дна моря на самом деле снимаю я то есть я взял GoPro нырнул под воду и снимал и у меня там также под водой были ещё сняты различные кадры которые я хотел вставить в сам эпизод в общем ещё раз извините что я сделал этот тизер всех взбудораживал но при этом ничего дальше не выпустил так бывает иногда иногда что-то лучше оставить в прошлом 20 марта вышло первое видео из плейлиста Юджин Рыба это просто какие-то феноменальные видосы которые всегда очень хорошо заходят при этом я выпускаю их очень редко практически раз в год наверное или два раза в год я выкладываю видео по этой игре и они всегда с максимальным теплом принимаются вами затем 24 марта выходит ещё одно довольно-таки значимое прохождение Oxygen Not Included эта игра была сделана компанией которая ещё и выпустила Don't Starve я кстати я не сказал про Don't Starve извиняюсь это тоже было значимое прохождение но там ничего такого особого не было кроме наверное Potato и Oxygen очень хорошо тоже показали себя очень много набирали просмотров и очень большой отклик был у людей и особенно это началось когда появились дневники я начал вставлять в видосы дневники цикл 79 мастеру Юджину неожиданно потребовали специалисты и мне остаётся лишь гадать для чего типа как будто бы это дневники колонистов которые критикуют меня как начальника колонии сами дневники придумал не я а придумал их один из подписчиков он начал просто видимо рефлексируя над моей игрой ужасно вот как я отвратительно управляя колонией он начал писать от имени колониста дневник и я подумал что это крутая идея я решил её вставить в видос и после этого это как бы закрепилась штука и эти дневники как раз таки стали большой отклик у зрителей вызывать и я подумал что классно можно теперь превращать и эту игру в полноценный сериал с сюжетом который идёт из серии в серию но в какой-то момент почему-то то ли мне игра сильно надоела то ли ещё что-то в общем это не срослось мог быть оно бы и не зашло вам кто знает как бы было бы уже нет смысла судить просто прохождение было клёвое 2 июня выходит вторая часть ноутбука смерти которая называлась Юджин Омен опять же появление этого видео обязано во многом рекламе у меня появилась возможность про рекламировать ноутбук то бишь как раз таки возвращаясь к той теме вот я так сказать самоотверженно пошёл и начал снимать вот то что мне хотелось и в итоге это дало свои плоды где теперь я мог получить не просто там ноутбук да типа за какую-то за еду поработать скажем так а сделать так как мне хочется и ещё получить за это какие-то дивиденды то есть это была первая моя съёмка которая была полностью оплачена и это был идеальный проект для меня потому что во-первых мне никто палки в колёса не вставлял мне позволяли делать всё что я захочу то есть сценарий был полностью мой и всё было видение вообще от и до это мой проект на сто процентов как и предыдущий на самом деле тоже как и все серии сериала ноутбук смерти их всего три напоминаю и так поскольку первый фильм у нас был связан с тетрадью смерти то я подумал надо сохранить традицию и воплотить следующую часть в каком-то другом виде и так как ноутбук вот этот который я рекламирую в этом видео назывался что-то там HP Omen по-моему я такой думаю Omen а мне нравится этот фильм это крутой фильм ужасов я в детстве его смотрел очень боялся я помню и я решил полностью передать атмосферу Омена в этом видосе и здесь я одет как какой-то мальчик со странностями и такая музыка демонская игра это музыка из фильма Омен благо мне не прилетело по авторским правам за нее и здесь опять же преследуя желание дать маме возможность раскрыться как актрисе поскольку она всегда этого хотела я дал ей гораздо большую роль в этой части чем предыдущей ну то есть она на себя больше внимания здесь берет мне кажется и как раз таки была возможность так как в первой части было заложено что это противостояние меня с мамой здесь нужно было это все поднимать на новый уровень и я помню вот это это кстати настоящий ворон которого я нанял для съемок ну не самого ворона а я позвал дрессировщицу ворона потому что такой хочу чтобы в видео был ворон настоящий не волнует и вот здесь да мы снимали на улице на детской площадке квартиры в которой я жил это вот реальный ворон который в кадре здесь со мной прикольно было очень крутая птица я удивился насколько вороны умные создания ну а здесь так как мы боялись ворона выпускать на улицу без дрессировщика мы сделали более хитрым способом это он на хромаке на самом деле причем мы снимали это в тот же самый день когда снимался вот этот кадр на площадке где он прилетает то есть мы сначала сняли это потом пошли домой и развесили по всей комнате хромакей и сделали взяли микрофонную стойку вот так же ее поставили на нее тоже хромакей повесили чтобы все было зеленым и начали снимать просто абсолютно разные кадры чтобы ворон что-то делал то есть как-то туда пошел двинулся в эту сторону прыгнул взлетел сел в общем очень-очень много разных-разных вещей а вот что-то пригодится и с этим можно видеть даже что ворон не отражается здесь видите отражение его нет это косяк но в то же время для истории мне кажется он может сработать потому что это же магический ворон и вот этот момент забавный что вороны вместе формируют логотип HP Omen но я очень горжусь этим видосом он суперски сделан как мне кажется естественно сейчас бы я сделал его гораздо лучше и я так же над ним думал что можно было бы и ремастер замутить вот этот кадр мне всегда очень нравился мы как-то прикрепили камеру к коробке чтобы я мог вместе тащить ее вместе с коробкой ну мне показалось что это реально очень круто выглядит очень жутко короче да классная работа которой я горжусь далее идет 18 июля 2017 года выходит прохождение Little Nightmares первая часть я вообще не понимаю до сих пор почему но вот это видео которое мы сейчас смотрим повар видит во мне деликатес является самым просматриваемым видео на моем канале 20 миллионов просмотров это самое популярное видео на канале за все время существования и я не понимаю в чем его секрет до сих пор объясните мне пожалуйста это опять же еще раз доказывает что я не совсем понимаю ключ потому что она несет ключ в этот момент ключ к успеху потому что многие игры которые хайповые допустим Metro Exodus я помню выходила была супер хайповая но у меня она вообще никак не шла и здесь в Little Nightmares нет ни монтажа ни моей подачи ну подача моя конечно же но нету монтажа в общем каких-то вставочек склейк и прочей фигни всего этого нету а при этом это самое популярное видео за всю историю моего канала я не знаю почему остается только просто принять этот факт и радоваться ему 9 октября опять же благодаря рекламе появился первый прототип археолога вот он и здесь он выглядит как будто бы это археолог и коллега смешанные в одно это была такая-то реклама опять какого-то телефона интересно только одно как современный смартфон попал в прошлое динозавром тайна на раскрытие которой требуется человек которому не пофиг к счастью это не я вот и вот именно здесь та самая зацепка которой я потом и воспользовался при создании археолога об этом чуть позже а тем временем с 17 декабря вышла Getting Over It with Bennett Foddy игра где я всему миру продемонстрировал свой адовый бомбеж на этом в принципе закончился 2017 год переходим к 2018 31 марта выходит последняя часть ноутбука смерти которая называется Юджина Абсолютной и это было исполнение маленькой мечты для меня это было первое видео первый спецпроект который опять же появился благодаря рекламе было несколько блогеров с которыми я очень хотел вместе поработать это был Руслан Усачев Эльдар Джарахов ну и Макс плюс 100500 разумеется мне очень бесит цветкор в этом видосе я его сам делал но я в этом практически ничего не смыслю на самом деле но мне очень нравится как ребята выглядят в кадре как они сыграли свои роли здесь я конечно на самом деле могу очень много чего рассказать про это видео вот эти все сцены снимались на улице в дичайший холод и фишка в том что у ребят у Руслана и у Эльдара уже не было свободных дней они всего два дня выделили на съемку для меня потому что дальше они уже улетали каждый по своим делам я понимал что всю их часть нужно отснять вот за эти два дня в итоге мы все поспали где-то от силы пары частиков наверное за двое суток первый день мы снимали в помещении а второй день весь на улице вот в этом переулке это был февраль это было дико холодно еще дул ветер здесь это не видно но это был переулок небольшой сквозь него все время дул ветер из-за этого холод ощущался еще сильнее так как у нас ну во-первых аккумуляторы быстро разряжались из-за холода разумеется все так замерзали что приходилось много времени тратить на отогрев в машинах и я понимал что мы не успеваем отснять все сцены нашего взаимодействия из-за этого пришлось схитрожопить я принял решение что сначала я сниму только ребят здесь в этом кадре да конечно я стою с Русланом но вот здесь вот я когда поворачиваюсь это кадр когда я просто смотрю в никуда это уже мы в другой день снимали где был просто я оператор и все и то есть здесь они делают вид что говорят со мной и тут я делаю вид что говорю с ними но на удивление очень хорошо склеилось как мне кажется я еще дня три или четыре приезжал в это место чтобы все снять вот например этот кадр это по сути снималось в один из тех дней и вот здесь мы сидим ну я сижу точнее и вот тут вот из-за того что погода просто дичайше холодная когда я в этом образе естественно я в пуховике кайфово сидеть спокойно можно играть но вот тут вот я все еще в этой рубашечке и в жилетке холод был дичайший между кадрами я всегда сидел вот так вот так и тут мне Саша оператор говорит так все можно снимать и такой я играю вы можете заметить что я немножко разбухший это не от холода я разбух а это я разбух потому что я под рубашку свитерок надел чтобы хоть как-то хоть как-то себя согреть но в общем мне пришлось хорошенько так потерпеть 22 апреля мы праздновали уже с вами 3 миллиона подписчиков на канале 30 апреля выходит первое видео по игре Грэнни тоже мало чего можно такого прям интересного рассказать про эту игру разве что могу сказать что ой блин и вот я обосрался 12 августа я впервые записал видос из своего нового офиса прекрасное новое рабочее место вот оно я говорю прекрасное рабочее место но оно не прекрасно выглядит да я помню что я устал от того что постоянно записываю дома и все время рядом кровать все время хочется полениться ничего не делать спать лежать ну согласитесь тяжело когда ты сидишь за рабочим столом и справа у тебя в периферическом зрении всегда красиво так мягко мелькает кровать нет ужасно было и я решил переехать на года два где-то примерно я переехал в офис далее 8 октября вышел тизер моей идеи долгоиграющей не долгоиграющей а скорее долго готовящейся идеи Game Hunters ой это целая отдельная история на самом деле я уже ее рассказывал в одном из своих блогов который называется что стало с Game Hunters до сих пор хочу что-то с ней сделать очень хочу и реализовать и тут да кстати Андрей Старый участвовал 17 октября 2018 года в то самое видео которое превратило Арк в настоящий сериал и поскольку там в том видосе археолог был достаточно обычным человеком ему просто было пофигу на раскопке я решил сделать археолога который очень одержим раскопками и все время находит что-то связанное с рекламой чтобы иметь деньги на финансирование раскопок ну то есть изначально идея археолога во всех сериях Арка дальнейших была в том чтобы он появлялся и что-то рекламировал чтобы продолжать финансировать раскопки и узнавать историю Пауэрдрюша вот но я думал что одного археолога недостаточно потому что он безумный он несет полничную дичь и эта дичь не будет так хорошо считываться если рядом с ним не будет кто-то нормальный адекватный и таким образом появился коллега то есть через призму коллеги можешь увидеть безумие археолога и на самом деле это просто была золотая творческая жила для меня Арк стало интереснее делать потому что я все прям ждал момента когда снова буду писать сценарий и идеологии археолога с коллегой потому что там я вообще фантазию просто не удерживал никак что угодно можно было говорить и все было смешно для меня это типа я сам угорал пока писал сценарий самое прикольное что именно благодаря внедрению археологов в этот сериал сама история Пауэрдрюша стала интереснее смотреться на мой взгляд я подумал что раз это уже как сериал и в предыдущих видосах были какие-то задатки для сериала то пусть это будет второй сезон потому что когда говоришь второй сезон звучит как-то феерично второй сезон какого-то там сериала я всегда любил сериалы и всегда хотел снимать сериалы но у меня такой возможности никогда не было поэтому я делал сериалы из игр 2019 год это был первый год в начале которого я решил сделать длительный перерыв в работе над видео то есть до этого у меня видосы выходили практически на протяжении всех этих лет каждый день по видосу практически без перерывов и в 19-м году в начале я понял что я умираю я схожу с ума я выгораю полностью и я на месяц ушел и если честно когда я уходил я отчасти готовил себя к мысли что я ушел навсегда не потому что я хотел уходить навсегда а потому что знаю ютуб знаю насколько он конкурентный насколько люди быстро отключаются от того что они смотрят и переключаются на другое и поэтому я думал что если я уйду на месяц то все я приду в никуда и никто меня уже смотреть особо не будет но оказалось что я был неправ и вы вы максимально крутые ребята и я вам благодарен что было примечательным это финал второго сезона арк и боже мой как он был круто сделан мне кажется до сих пор арка с шадоу лордами с этими кланами который меня преследовал и что там еще происходило в общем это все опять же это все экспромт это было не срежиссировано я просто огромное количество материала отбирал и складывал это все в историю и тогда я уже заметил что каким-то образом магическим арк вот эти все серии второго сезона повторяли не то что повторяли а отражали мою жизнь на тот момент вот что у меня происходило в душе очень сильно находило отражение свое в сериях по арку и в тот момент я смог впервые передать археолога и его коллегу как таких серьезных персонажей которые могут не только дурачиться и шутки откалывать но еще в них есть глубина и именно от того что в них появилась глубина они стали еще более смешными ну лично для меня мне кажется это достаточно неплохо сильно вот надеюсь вам тоже кажется просто идем дальше 2020 год 16 февраля мы с Максом открыли свой второй канал который назывался BFF где мы выпустили можно сказать что это короткометражка но это был как типа трейлер в стиле Гая Ричи по мотивам сказки вершки и корешки очень прикольная работа я до сих пор ей горжусь мне практически все мне нравится кроме сценария сценария мне кажется можно было бы и доработать мы с Максом очень заморочились и очень много денег вбухали в это чтобы прям все было красиво киношно чтобы выглядело надеюсь вам тоже понравится можете зайти посмотреть вершки и корешки называется трейлер стиле Гая Ричи но к сожалению ковид наступил и тогда все сели на карантин я снял влог на этот на этот счет прикольная заставка кстати говоря ну да из-за ковида мы не могли с Максом снимать дальше BFF так как все сидели по домам и как бы каналу каюка пришел таким образом так мы и не смогли дальше скооперироваться вместе с ним чтобы продолжить что-то снимать хотя идеи были не знаю может быть это еще когда-то вернется я никогда не ставлю крест ни на чем кроме с тренда Дипа я был бы рад на самом деле что-то снять еще вместе с ним 1 июня вышло видео бесконечное страдание коробки где появился мем превышает уровень силы толчка моей руки просто превышает превышает ребят что бы ни было любую шкалу он превышает в комментариях люди начали писать про превышает 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 вот все комментарии практически будут про превышает и мне даже немножко жаль что мы этот мем начни я этот мем как-то подзабросил потому что блин мы 10 лет уже с вами существуем что если не превышаем надо сделать мерч чтобы было написано превышаем превышаю превышает что-то из этого и 30 июня выходит Кенши по сути это последний на данный момент игровой сериал который у нас вышел игра оказалась идеальной для того чтобы я мог рассказать какую-то новую историю и при этом не повториться то есть она выглядела как совсем другая свежая история которая на удивление так зашла хорошо людям не то чтобы там прям миллиарды просмотров были но опять же была такая стабильная планка каждая серия получалась все более трогательной и душевной и при том достаточно забавной как мне кажется при том что я думал что первый персонаж который будет больше внимания на себя брать это ползун именно но внезапно я начал озвучивать мага и столько смешных дебильных празд и комичной ситуации с ним происходило что он как бы стал центровым персонажем больше 19 июля появляется прохождение спор где я создаю евгенианцев вот такие вот они у нас евгенианцы забавные получились ничего особого не могу сказать было забавное прохождение 15 сентября стартовал третий сезон арка что я могу сказать про этот сезон он полностью меня устраивает 21 октября я анонсировал Game Hunters только уже в виде комикса о боже мой про комикс тоже можно много очень что сказать я не хочу сейчас вдаваться в эти детали так как я уже об этом много говорил вы можете посмотреть видосы у меня на канале связанные с комиксом я горжусь максимально этой работой и опять же про Game Hunters я и говорил что я не собираюсь бросать эту идею я до сих пор над ней работаю напишите в комментах если у кого-то из вас до сих пор сохранился экземпляр с моей росписью мне будет приятно увидеть вас друзья отзовитесь внизу 24 ноября опять же благодаря рекламе вышло видео Майлз Моралес и его что-то там способности короткометражка в которой я решил совместить точнее воплотить идею свою а что если бы если бы персонаж внезапно начал двигаться подлагивающе типа с меньшим количеством кадров в секунду в мире где фпс нормальный и вот я реализовал эту идею вот в этом видосе также я взял стилистику из фильма Человек-паук через вселенные по-моему назывался после этих съемок вот сейчас видите кажется как будто бы ну немножко пасмурно снежок идет но было пипец как холодно еще при том что это набережная после этих съемок я потерял голос полностью я не мог больше говорить тяжелые были съемки но у меня в принципе иначе не бывает но я заметил что чем сложнее путь тем больше будет награда оно всегда так у меня и работает в жизни 13 декабря вышло видео по рафт но это было не первое видео а уже которое наверное третье видео за несколько лет до этого выходили видосы по рафту но это была такая старая версия а это уже была полноценная рафт и началось довольно таки ламповое прохождение как мне кажется со своими приколюхами фишками несколько персонажей было то есть это не было таким прям полноценным игровым сериалом как мы обычно привыкли но при этом мне кажется значимое прохождение для нашего канала также в этом году вышел Little Nightmares 2 после чего я загорелся идеей снять анализ сюжета обеих частей я его снял но так и не выпустил к большому сожалению в какой-то момент я понял что уже так много времени прошло что никому скорее всего это не будет интересно поэтому я затянул мне кажется слишком затянул с выпуском видоса а затянул я не просто потому что я ленивая жопа и отчасти из-за этого а потому что ну я был слишком занят ну прям очень сильно занят трудно выпускать эти видосы каждый день трудно заниматься еще сторонними проектами в общем очень много всего я на себя взял может быть когда-нибудь и выпущу я все-таки этот видос кто его знает ну и последнее в 20-м году примечательное было это возвращение Маквысера так как последний видос с ним выходил аж в 16-м году под Новый год и я подумал что 20-й год можно закончить тоже Маквысером но это уже было не в Сампе а в GTA 5 RP мне очень понравилось снимать Маквысера снова вернуться к этому персонажу 12 тысяч комментариев люди были рады возвращению после чего еще больше года я не снимал Маквысер 2021 год из примечательного 10 февраля вышло первое видео по Майнкрафту конечно же и я думал меня засрут за эту игру но вместо этого я получил 18 тысяч комментариев 137 тысяч лайков людям очень зашла Майнкрафт в моем исполнении после чего была целая серия этих выпусков по Майнкрафту но в какой-то момент меня игра сильно наскучила что я не мог уже больше в нее играть и в общем мы так и закончили было классно большое количество фидбэка я получил от этой игры вам зашло мне зашло на какое-то время это было весело больше нечего добавить 5 мая зато вышло очень внезапное возвращение в Сабнатику я вдруг вспомнил что я эту игру так и не закончил и вот на удивление зайдя в эту игру снова и начав новое прохождение по новой я как будто бы заново ощутил эту игру эти летсплеи ощущались когда я их записывал такими веселыми свежими как как будто бы это 2015 год и в этом же первом видосе вот я сказал что я хочу пройти игру полностью все будет хорошо и два раза два раза за видос я сдох 22 августа вышло последнее видео по Сабнатике где я наконец-таки прошел эту игру это видео я очень долго записывал потому что много нужно было искать плюс потом я записал песенку как она звучит ну пою я как всегда отвратительно само это видео было эмоциональным для меня потому что наконец-таки мы эту игру прошли я вспомнил всю историю нашего канала много ностальгии было и вам оно понравилось на полтора миллиона просмотра зашло отлично прикольно было вот если говорить про вторую Сабнатику это как раз таки возвращаясь к той теме о том что в игре слишком много сюжета и невозможно уже вставлять себя туда ты постоянно слышишь эти реплики персонажей что-то какие-то квесты выполняешь и нету никакой свободы то же самое было 5 октября я решил вернуться в The Long Dawn на какое-то время я почувствовал прям свежее свежий прилив сил и вдохновения играя снова в эту игру было много смешных моментов несмотря на то что был уже сюжет и он меня отвлекал постоянно в какой-то момент это чувство что меня постоянно в рамке пытаются загнать как раз таки и убило во мне все желание допроходить эту игру до конца 21 ноября вышел мой первый лоуфай проект и единственный на самом деле про оленя из будущего я нанял специально композитора который сделал мне лоуфай треки и вот сделал такую вот зарисовку опять же нанял аниматора который санимировал это все художника и получилось вот что получилось вполне себе неплохо это видео я помню что мы с вами в прямом эфире вместе смотрели я был в чате также это слушал и это было были крутые 40 минут на самом деле потому что мне очень нравилось видеть вашу реакцию на песню особенно когда заиграла песня вот эта песня про картошечку это ремейк миксы картошечка достаточно прикольная интерпретация того микса создать этот проект требовала моя душа в какой-то момент я лечился так скажем от депрессивных настроений своих и лоуфай девочка проект который на ютюбе наверняка вы все знаете во многом помогало мне поймать такой дзен расслабиться успокоиться что было много неприятных событий в моей жизни которые меня доконали и было ощущение что я никуда не двигаюсь что ничего не происходит и все на этом так и остановится загнется в общем с помощью лоуфай я выходил из неприятного уныния и чтобы как-то дать дань этому жанру за то что помог мне я решил сделать свой небольшой проектик такой было классно 8 декабря 21 года я выпускаю короткометражку эксперимент 1006 по мотивам игры попи плей тайм во первых я максимально горжусь этой работой она круто снята на мой взгляд конечно же можно было и лучше все можно было лучше всегда но иногда можно себя и похвалить и сейчас я это и делаю мы сняли это за один день смонтировал я где-то короче примерно несколько недель ушло у меня чтобы с графикой разобраться все красиво сделать и вот она вышла и это по-моему второе или третье видео ну-ка давайте посмотрим даже да это второе видео то есть первое повар видит во мне деликатес из Little Nightmares и это второе видео причем оно вышло после перерыва достаточно большого я тогда заболел ковидом я помню и потом вот выходит этот ролик и я думал что он наберет ну должен нормально набрать а он набирал прям очень плохо первые недели ну совсем прям минимально было я такой ну пипец то есть я реально это было первое видео которое я ожидал что будет очень много просмотров а оно не идет и не идет я такой ну кажется снял а потом внезапно я не знаю из-за чего но оно так стрельнуло и причем не только на России но и по всему миру 14 миллионов просмотров это безумно крутой результат который как раз таки стал тем самым моментом когда я понял что ага я могу двигаться дальше все таки есть куда стремиться есть что делать и именно поэтому я создал в итоге зарубежный канал с короткометражками на котором сейчас конечно же очень редко но выходят видосы и я уже говорил что я не могу его афишировать к сожалению потому что на данном этапе когда он только развивается я не могу гнать туда аудиторию из РФ потому что иначе он будет только на РФ и показываться мне нужно чтобы он там закрепился и потом я смогу его на весь мир пушить дальше там результаты очень хорошие сейчас и не хочется сглазить скажем так ну я думаю что наверняка кто-то из вас сможет найти этот канал найдете отлично надеюсь вам понравится 2022 год стартует рубрика хорроры а точнее месяц хорроров я бы сказал что это некий ренессанс хорроров на моем канале если раньше я их записывал так очень редко и это было в основном хорроры я использовал в самом начале своей карьеры в 14 году которые нифига особо не заходили а вот сейчас они почему-то очень очень хорошо набирают наверное одни из самых просматриваемых видосов сейчас на канале второе дыхание открылось благодаря хоррорам тут больше часть видосов собрали больше миллиона просмотров можете зайти на плейлист хорроры если вам нравится такой жанр игр и у меня их достаточно много вот 85 видос также вышел Project Zomboid далее был переезд в Дубай вообще 22 год был чертовски тяжким для меня из-за переезда из-за нервяка новостной фон был очень шумный я бы сказал очень неприятный и я не знал куда все в итоге пойдет что ждет впереди то есть было такое максимально неопределенное состояние где я чувствовал что вообще можно уже ничего особо не планировать в жизни просто делай сейчас то что получается делать и будь этому довольны но именно благодаря переезду в Дубай я смог как раз таки дальше продвинуться в YouTube карьере я как раз таки сделал зарубежный канал который позволит мне гораздо на гораздо больше аудиторию распространять свое творчество и развиваться в нем плюс я прикоснулся к другой культуре я по-настоящему смог ощутить каково это жить в другой стране что для этого нужно сколько денег это стоит много-много интересного опыта я приобрел и как раз таки в Дубай я наконец-таки понял до конца какая будет концовка у ARK как раз таки в этот момент в Дубай меня посетила мама она прилетела из Москвы и я решил заснять ее в одном из эпизодов ARK то есть если во втором сезоне мы больше раскрывали личность археолога и все было в принципе на нем завязано а коллега был всего лишь такой мальчик который возмущался бесился такой че че да как как бы он просто для реакции существовал то здесь в третьем сезоне акцент как раз таки пал именно на коллегу и что оказывается все это время история была о нем да я помню мне даже было тяжело монтировать этот эпизод чтобы было грустно очень много всего происходило в жизни что находило отражение вот в этих сценах и вот начну копать не могу не могу спокойно смотреть на эту сцену как в замедленном действии мама уходит вдаль куда-то вот именно с этого эпизода я понял что история на самом деле об этом чуваке и вот с этого момента я точно сформулировал концовку сериала полностью 13 июля вышла игра под названием метель в которую добавили меня это было очень приятно потому что оказалось что разработчики при создании этой игры вдохновились моей идеей которую я подал когда проходил Resident Evil 7 да это было очень приятно в общем меня добавили в игру 12 августа 22 года появляется игра The Long Drive тогда я не думал что это будет настолько популярный плейлист у меня что ж 15 октября финал сериала по арку вот эта сцена господи господи ее было очень трудно делать именно монтаж был очень сложный потому что я хотел сделать более-менее правдоподобный убедительный шторм чтобы это смотрелось красиво когда я сделал всю графику и начал уже монтировать с музыкой я так плакал не знаю почему может быть потому что я осознавал что сериал заканчиваю в общем я чтобы сейчас не уходить в эмоции дальше сильно я оставлю это вам вы может быть сами посмотрите в ноябре 22 года я переехал жить в Казахстан в Алматы и так наступает 2023 год на самом деле в контексте канала в 2023 году было все очень даже хорошо видео выходили можно только отметить что 16 мая появилась у нашего канала новая заставка да теперь она выглядит вот так тогда многие писали что блин старая заставка была лучше 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 я прекрасно вас понимаю когда что-то меняется это всегда может вызывать сначала негативные эмоции но в целом заставка она прикольная мне кажется что она гораздо даже лучше сейчас отражает меня чем предыдущая заставка а может быть и нет может быть вам все-таки несмотря ни на что чтобы там вам не втирал не пытался впарить все равно первая была лучше ничего страшного это тоже неплохая а ну еще 24 декабря неплохо зашло видео по Exit 8 на 3 миллиона просмотров есть чем похвалиться когда я думал о записи этого ролика я немножко грустил думаю ну блин все как будто уже позади но если посмотреть правде в глаза несмотря на то что большинство крутых фишек появилось в 15 году но потом бац сериал по Кенши вышел в 20 например превышает появилось в 20 году то есть много таких классных вещей тоже появлялись в разное время и неизвестно сколько еще чего прикольного появится мы просто живем продолжаем жить делать что-то угорать вместе и это замечательно потому что я люблю этот канал я люблю аудиторию которая вокруг него собралась и я счастлив что я могу этим заниматься вот столько сколько я готов этим заниматься я не знаю сколько времени отведено этому каналу но пока оно все движется вперед я буду стараться наслаждаться каждым мгновением этого пути и что же мы имеем сейчас 2024 год и первое значимое событие в этом году это конечно же юбилей нашему каналу исполнилось 10 лет и на этом в принципе можно уже видос заканчивать я конечно же допускаю что возможно еще какие-то важные события я упустил потому что так много видосов я записал так много всего сделал и даже вот сейчас осматривая все эти годы нашего канала я просто я поражаюсь насколько насколько это большое счастье что вот так все сложилось что есть возможность творить есть возможность делиться с людьми которые в доску свои мы про это забыли еще в доску свои которые меня понимают я как я и сказал в начале долгое время оттягивал запись этого видео потому что пока я отбирал что можно посмотреть какие вообще интересные события были мне казалось что я увижу в итоге в результате человека который что-то там однажды классно сделал и все больше ни на что не годен но по факту я вижу просто путь как я от одной классной идеи прихожу к другой случайной классной идее либо не случайной и я вижу как скилл мой повышается когда дело касается прям съемочных как редкометражных постановочных видосов я вижу как сценарно я вырос как по актерски я вырос как личность я изменился мы конечно же не смотрели влоги разговорные видосы чтобы посмотреть как я как я меняюсь именно в плане рассуждений и меняюсь ли в целом я вижу движение какое-то я вижу что жизнь кипит и вижу как у вас жизнь кипит что вы все повзрослели мы теперь не малолетки друзья мы теперь взрослые люди и давайте взрослеть дальше вместе и я не зря сказал вам в начале видео присядьте потому что я хочу чтобы мы с вами посидели на дорожку потому что впереди еще долгий путь нас ждет и прежде чем мы закончим это видео я хотел бы произнести наверное банальные может быть слова но я хочу сказать вам спасибо всем каждому кто когда-либо смотрел или бы сейчас продолжает смотреть или будет смотреть в общем каждому спасибо огромное что часть своего времени жизненного вы посвятили мне моей персоне моим маленьким творением которое на самом деле мало чего значит но читая комментарии как многие из вас пишут особенно последние годы я это больше вижу что мне пишут спасибо за детство я вырос на твоих видео вырос на в общем каким-то образом я повлиял на вас я хочу сказать вам спасибо потому что я знаю что это такое я сам так же как и вы вырос на ком-то на каких-то своих кумирах и знаю какую большую роль они играют в моей жизни и спасибо вам друзья спасибо за эти спасибо за эти черт спасибо за эти прекрасные 10 лет ну вот ну вот так бывает я что думаю что я спокойно этот видос проведу в итоге все-таки вылилось в конце спасибо вам за за все за каждый комментарий за каждый лайк за все письма что вы присылали за за всю любовь тепло блин за все короче спасибо я думаю на этом надо заканчивать я безумно вас люблю дорогие доску свои мы с вами превышаем и впереди еще будет я надеюсь много всего супер классного все самого наилучшего поэтому давайте напоследок поднимем бокалы но так как я сказал что мы уже с вами взрослые и я позволю себе нарушить традицию и поднять не бокал молока а бокал колы бокал колы и выпить его вместе с вами я хочу с вами чокнуться друзья потому что это наш праздник мы все заслуживаем сегодня веселиться поднимайте бокалы и чок юджин и всем по традиции огромная мощная жирная любвеобильная петюля вы готовы раз два три и